Ученые люди необычные. Довольно часто среди них можно встретить чудотковатых эксцентриков или же наоборот молчаливых гений, витающих в облаках науки. Но находятся среди ученых и по-настоящему захватывающиеся личности. О них и поговорим. Йоган Конрад Диппель. Алхимик 17 века. Родившийся и выросший в Германии в замке Фронтенштейна, прославился благодаря изобретению берлинской лазурь. Но еще большую известность ему принесли бесконечные попытки найти эликсир бессмертия. Возможно именно слухи о его экспериментах с трупами и вдохновили Мэри Шелли на написание ныне легендарного доктора Фронтенштейна. В 12 лет бесстрашный Вернер Форд Браун нагрузил игрушечную машинку фейерверками и запустил ее через людную улицу в Германии. И это было лишь началом пути. Разработчик Фау-2 и вывезенный в США как военнопленным впоследствии стал ведущим разработчиком американских космических программ. А в перерывах между решением задач по запуску человека на Луну, Браун занимался подводным плаванием и изучал философию. Роберт Упенгеймер, глава проекта Манхэттен, никогда не скрывал своих симпатий к социализму и смешанных чувств по поводу атомной бомбы. За что и воплотился в конце концов всеми своими научными званиями. Но кроме того, этот человек, которого студенты звали просто Оппи, выучил голландский и санскрит просто потому, что ему так захотелось. А при наблюдении первого испытания атомной бомбы, Роберт Упенгеймер цитировал священные тексты индуизма. Уважаемый ядерный физик и выдающийся писатель Примент Дайсон является воплощенной мечтой писателя-фантаста. В 1960 году он высказал идею о том, что в будущем человечеству понадобится построить огромную сферу, теперь ее называют сфера Дайсона, которая включит в себя всю Солнечную систему для того, чтобы как можно эффективнее использовать Солнечную энергию. Дайсон искренне верит в инопланетях и считает, что контакт с ними произойдет в ближайшем будущем. Ричард Фейнман – участник проекта Манхэттен, направленного на разработку атомной бомбы. Фейнман стал одним из наиболее выдающихся ученых конца 20 века. При этом сам он удалек от стандартного образа профессора. Кроме физики, Фейнман занимался расшифровкой иероглифа в мае, изучением природы и музыки. В свободное же время физик профессионально вскрывал замки. Во время свободной от основания лаборатории реактивного движения в США, Джек Парсон занимался магией и называл себя Антихристом. Формально у Джека даже не было образования, но ракетное топливо именно его разработки использовалось в США во Второй мировой войне и для запуска космических аппаратов. К сожалению, ученый взорвался у себя дома во время очередного эксперимента в 1952 году. Этот современный естествоиспытатель и изобретатель теории мирового сверхорганизма и теории геи предупреждал об изменении климата на протяжении десятков лет. Он не скупится на мрачные прогнозы, предсказывая вымирание 80% человечества к концу уже этого столетия. Именно его вы, скорее всего, представите держащим молнией в руках. Благодаря его изобретениям началась эра электричества на нашей планете. Также Тесла был и знаменит тем, что практически не спал и устраивал яркие демонстрации, часто пропуская ток через свое тело. В перерывах между рисованием величайших шедевров Леонардо да Винчи находил время для увлечения практически всем. Его записные книжки, написанные зеркальными текстом, содержат множество безумных идей и проектов, некоторые из которых воплотились лишь столетия спустя. Несомненно, Альберт Эйнштейн занимает наше первое место среди безумных ученых прошлого века. Его вклад в физику просто невозможно переоценить. Одной из его небольших странностей было то, что он любил выходить в море на парусной лодке в штиль. Просто так.